Всем привет! Владельцы дачных домов стараются украсить свои участки различными диковинными растениями, но далеко не все из этих растений безопасны для природы и для человека. И сегодня я хочу рассказать про инвазивные виды растений, которые могут нанести непоправимый вред нашей природе, а также человеку. Итак, что же такое инвазивные растения? Это те растения, которые находятся за пределами своих естественных ареалов обитания и могут нанести вред как природным экосистемам, здоровью человека, а также отдельным отраслям экономики. Наверняка все знают инвазивные растения и всегда на ум приходит борщевик сосновского. Это довольно известное и опасное растение. Это растение попало нам из Кавказа и его выращивали раньше в колхозах для корма скоту. Но был момент, что по колхозах распределили различные семена борщевика, начали высевать большие площади, но тем не менее, когда стали использовать борщевик на корм скоту, то молоко стало горьким, непригодным для употребления в пищу. От борщевика быстро отказались, но тем не менее, семена уже попали в естественные экосистемы, и борщевик начал активно распространяться по всей территории бывшего Советского Союза. Но и не только, и в Европе существует большая проблема с борщевиком. Борщевик поселяется на плодородных землях очень часто, дает колоссальный самосев, образует монокультуры и вытесняет местные аборигенные виды растений. Ну и, конечно же, все знают, что борщевик опасен тем, что его сок вызывает ожоги на коже. Поэтому с борщевиком обязательно нужно бороться. Значит, с борщевиком можно бороться регулярным кошением, не давать борщевику зацветать и образовывать семена. Если же заросли уже обширные, то, конечно, невозможно их скосить, придется вызывать специальные службы, потому что самому лучше в заросли борщевика не залазить. И вот специальные службы приезжают и убирают огромные заросли борщевика, выкашивают, используют различные сильные системные гербициды, чтобы этот сорняк победить. Но, тем не менее, борщевик, хотя и опасен для человека, но, как и любое другое растение, имеет какую-то пользу. Например, борщевик очень хорошо чистит воздух. От пыли, от различных тяжелых металлов очищает воздух. И еще важное такое в борщевике есть, он хороший медонос. Вот кто держит пчел, если рядом где-то растет борщевик, то пчелу с удовольствием собирают из него нектар и получается отличный мед. Конечно же, хотелось бы, чтобы борщевика было немного поменьше. В Беларуси проводятся регулярные меры по устранению зарослей борщевика. Сельсоветы местные следят за соблюдением наведения порядка на земле, устраняют вот эти заросли, колхозы обязывают устранять заросли борщевика. В последнее время, конечно, популяция вот этого инвазивного вида сокращается, но останавливаться никак нельзя, потому что, если не контролировать распространение борщевика, то он может заполонить очень большие территории. Еще одно инвазивное растение – это золотарник. Золотарник попал нам из Канады и первоначально, в начале 20 века выращивался как декоративное растение. Раньше в дворянских подворьях, в садах высаживали золотарник для украшений, для декораций в цветниках. Но растение достаточно агрессивное, образует просто огромное количество семян, которые быстро попадают в местные экосистемы. Так вот, за последние 50 лет золотарник в Беларуси распространился практически по всей территории страны и образует порой достаточно обширные заросли. Появляется монокультура, потому что золотарник отбирает много сил, питание из почвы, затеняет, подавляет рост других местных аборигенных растений, и получается монозаросли, монокультура. Опасен прежде всего золотарник тем, что вытесняет местные редкие растения. Причем золотарник может расти как на лугах, так и в лесу, вытесняя также редкие лесные растения. Золотарник, кстати, не пригоден в пищу на корм скоту. И очень часто золотарник поселяется там, где появится скоро лес. Вот на участках, где не производится покос, на заброшенных полях, золотарник быстро распространяется, но через несколько лет там появляются молодые деревья. И со временем деревья начинают расти и вытесняют постепенно золотарник. Происходит смена экосистем. Золотарник достаточно легко победить, следует проводить регулярный покос, не давать семенам созревать. И если регулярно, несколько лет подряд выкашивать луг, где растет золотарник, он практически полностью исчезает. Поэтому, в принципе, это не борщевик, с которым нужно бороться более тяжелыми такими способами. И кроме всего золотарник, конечно же, является очень хорошим медоносом. Пчелы просто отлично собирают нектар золотарника. И опять же, наблюдал картины, когда ставят пасеки, ставят ули рядом, где растет золотарник. Но все же, растение не наше, вытесняет наши аборигенные виды, поэтому лучше с ним бороться и не допускать обширных зарослей. Третье инвазивное растение – это люпин многолисный. Многие полагают, что люпин – это наше исконное растение. Но на самом деле не так. Люпин попал нам из Северной Америки. Первоначально люпин высевали как азотофиксатор, как сидрат, на участках, где-то в лесополосах, на полях. И постепенно этот инвазивный вид попал в нашу экосистему. И сейчас нередко можно увидеть целые заросли люпина где-то около леса, на заброшенных полях, где почва не возделывается. Часто люпин растет и в лесах. Так вот, в лесах он представляет наибольшую угрозу. Почему? Потому что, особенно в сосновых лесах, в хвойных лесах, очень бедная неплодородная почва. А люпин является азотофиксатором. И он обогащает почву азотом, делают ее более плодородной. И, естественно, те виды местные, которые приспособлены к бедной почве, они страдают. Они постепенно вытесняются люпином. Поэтому он и опасен. Люпин, так же как и золотарник, является предшественником леса. И обычно поля, заросшие люпином, через несколько лет становятся лесом. Там вырастает молодой лес. Кстати, как сидорат, люпин можно использовать в огороде. Но для этого нужно использовать другие его виды. Есть люпин узколистный, однолетний. Так вот, его без проблем можно высевать у себя в огороде. Как сидорат, как однолетнюю культуру, никакой угрозы для местных экосистем не будет, в отличие от люпина многолистного. Поэтому обращайте внимание, какие семена вы покупаете и какие растения высаживаете у себя в саду. Еще одно инвазивное растение, четвертое, это бальзамин железистый. Бальзамин железистый можно встретить у нас в Беларуси в цветниках. Возможно, и в других странах СНГ это растение встречается. И попало оно к нам, опять же, в конце 19-го, начало 20-го века из Индии. Бальзамин, конечно же, сортовые его формы, достаточно красивое растение. Но вот бальзамин железистый довольно агрессивен. Он дает просто огромное количество семян. Попадая в цветники, он быстро распространяется, заполняет их, и люди, естественно, стараются от него избавиться. Вырывают с корнями, с семенами и выбрасывают где-то на окраины леса, около речки, на свалке. И там, попадая семена в местные экосистемы, бальзамин железистый быстро распространяется. Это растение достаточно мощное, достигает высоты больше 3 метров. Выглядит как заросли бамбука. На зиму вся надземная часть и корни все отмирает. Это однолетнее растение, и получается эрозия почвы. Особенно любит бальзамин железистый селиться около рек и водоемов. Образует там непроходимые заросли, можно сказать. На зиму вся надземная часть отмирает, отмирает корневая система. И, естественно, происходит эрозия почвы. Размываются берега талыми водами, и заиливаются реки и озера. И вот это, в первую очередь, самая большая опасность от бальзамина. От бальзамина, конечно же, можно избавляться, применять все-таки козьбу. Это однолетнее растение, и при покосе его достаточно легко вывести с участка. Ну и, конечно же, если вы где-то увидели всходы бальзамина, их можно выполоть, не давать созревать семена. Вот такие меры борьбы. Гербициды, в принципе, не всегда помогают, потому что семена могут сохраняться и несколько лет в почве, и давать всходы. Пятое, достаточно опасное для наших экосистем растение, это рейнурция японская. Называют еще его гречка японская. Это многолетнее растение, которое попало нам из Восточной Азии. На Сахалине оно встречается. И, опять же, использовалось как декоративное растение и как кормовое растение. Это растение очень агрессивно. В наших условиях у этого растения семена не вызревают, но оно распространяется корнями, корневой порослью и заполняет быстро огромные территории. Очень часто можно встретить вот это растение, гречку, значит, японскую, по обочинам дорог. В советские времена иногда высаживали растение с целью укрепления склонов, чтобы не было оползней где-то около дороги, не размывало дорогу, высаживали растение. А сейчас от него очень тяжело избавиться. Где-то небольшой корешочек попадает, и растение со страшной силой распространяется. Растение опасно тем, что вытесняет не только травянистые виды растений, аборигенные виды растений, но может вытеснять даже древесные породы. Растение образует непроходимые заросли и подавляет рост практически любых растений. Бороться нужно комплексно, конечно. Это регулярно косить гречку, хотя она отрастает, но, конечно же, это притормаживает рост и развитие этого растения. Но и самое главное, выкапывать все до капельки с корнями и корни обязательно сжигать. Ни в коем случае не выбрасывать на свалки, потому что на свалках, опять же, не могут попасть в местные экосистемы. Ну и применять гербициды, уничтожать это растение. Если не бороться, то достаточно ситуация будет плачевной, заполонит все на свете. Наверняка многие дачники, огородники, может быть, кто-то из городских жителей высаживали в цветниках это растение и видели, как агрессивно оно распространяется по участку. Поэтому обратите внимание и не высаживайте такие агрессивные растения у себя в садах и огородах. На данный момент на территории Беларуси зарегистрировано уже более 40 инвазивных видов растений. Какие-то из них очень опасные, какие-то менее опасные. Но все же угроза для местной флоры, для местных экосистем сохраняется. И вот, например, еще одно растение. Это гравилат крупнолистный, который высаживали в нашем ботаническом саду. И первый раз его посадили в 1991 году у нас. И уже в 1992 году первые сеянцы гравилата крупнолистного были обнаружены в минских городских парках. Растение со страшной силой распространяется на большие территории. Потому что гравилат крупнолистный образует семена, которые цепляются к одежде людей, к шерсти насекомых и разносятся на большие расстояния. И на данный момент прошло всего лишь 30 лет, а гравилат крупнолистный уже распространился практически по всей Минской области. Неизвестно, как он будет влиять в дальнейшем на наши местные экосистемы, на наши ценные растения, краснокнижные растения. Но распространяется он очень быстро и пока непонятно, как с ним бороться. Поэтому всегда думайте, что у себя высаживать на участке. Подумайте, как это отразится на наших экосистемах, на наших краснокнижных растениях. И еще одно инвазивное растение – это топинамбур. Многие огородники выращивают у себя на участках топинамбур. Без сомнения, это очень полезное растение. Его клубни годятся в пищу. Очень полезно содержат множество полезных микроэлементов для здоровья человека. Рекомендовано употреблять клубни топинамбура для людей, страдающих с сахарным диабетом. Ботва топинамбура годится на корм скоту. Топинамбур в принципе неприхотлив. Растет практически на всех типах почв. Но, конечно, предпочитают более рыхлые, плодородные. Но, тем не менее, представляют угрозы, опять же, для наших экосистем, для наших видовых растений, для наших аборигенных растений. Очень часто дачники у себя на участке этот топинамбур выращивают. А затем ботву, какие-то остатки клубеньков выбрасывают на свалки, выбрасывают в лес. И как только небольшой клубенек, небольшой корешок топинамбура попадает в местную экосистему, он начинает распространяться. И образуются непроходимые заросли. Топинамбур вытесняет практически все растения. Образуются монокультурные заросли топинамбура. И угроза в том, что действительно он может погубить местную экосистему, вытеснить полезные, интересные краснокнижные виды растений с больших территорий. И в этом вся угроза. Как с ним бороться? Ну, конечно же, регулярно косить. И самое главное, не допускать попадания в природу остатков после уборки урожая. Поэтому ни в коем случае не выбрасывайте топинамбур, его вот эти клубеньки куда-то в природу. Старайтесь утилизировать, если уж выращиваете все на участке, растительные остатки с умом. Лучше сделайте компост, и это все пойдет на пользу огороду. И не навредит нашей природе. Это далеко не все виды инвазивных растений, которые встречаются у нас в Беларуси. В других странах список инвазивных растений может быть еще больше, либо может быть и поменьше. Но, тем не менее, многие из этих инвазивных завезенных растений представляют реальную угрозу как для здоровья человека, так и для нашей природы. Если вам интересна эта тема, то мы еще продолжим ее освещать. Я еще более подробно расскажу о других растениях инвазивных, которые также несут немалую угрозу для человека и нашей природной экосистемы. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч!